14 лет заключения в условиях чрезвычайной безопасности и безвозвратное прощание с учительским прошлом. Такие строгие меры принял октябинский суд в отношении насильника несовершеннолетнего ребенка. Подозреваемый в убийстве 28-летний октябинец объявил голодовку. Сейчас Даньяр Кинжалин находится в СИЗО города и отказывается принимать еду и воду. Оплата по QR-коду легко и быстро. Казахстанские цены предлагают новый вид услуг в рамках цифровизации страны. Здравствуйте! В эфире информационная программа «Факт» в студии Сергей Довголюк. Штормовые предупреждения объявлены на среду в пяти областях Казахстана, сообщает КАСТАКС. Ссылка на пресс-службу РГП «Казгидромет». В Актюбинской области в среду местами ожидается низовая метель, ветер северо-западный, местами 15-20, днем порывы 23 метра в секунду. В октябре 24 февраля ожидается низовая метель, ветер северо-западный, порывы 16 метров в секунду, предупредили синоптики. 14 лет заключения в условиях чрезвычайной безопасности и безвозвратное прощание с учительским прошлым. Такие строгие меры принял Актюбинский суд в отношении насильника несовершеннолетнего ребенка. Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Актюбинской области огласил приговор в отношении подсудимого за совершение тяжкого преступления. Мужчина, педагог по специальности, неоднократно склонял к интимной связи девочку-подростка, при этом сам являлся носителем ВИЧ-инфекции. Заключительный судебный процесс состоялся 16 февраля. В суде по делу установлено, что осужден с мая 2018 года до апреля 2020 года неоднократно вступал в половое отношение с несовершеннолетней 2003 года рождения. Кроме того, зная о наличии у себя болезни вируса иммунодефицитного человека, то есть ВИЧ неоднократно вступал в половое отношение с несовершеннолетней и тем же самым заразил ее этой болезнью. Вина осужденного доказана признательными показаниями самого осужденного, депонированными показаниями несовершеннолетней потерпевшей, показаниями свидетелей и специалистов, а также заключениями судебных экспертиз. В ходе судебных премий государственный обвинитель просил признать подсудимого виновным по двум статьям Уголовного кодекса и назначить ему наказание по совокупности преступлений 15 лет лишения свободы. При назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства, чистосердечное раскаяние подсудимого в содеянном, но признал опасный рецидив преступлений и совершение преступления в условиях чрезвычайного положения в период пандемии. Приговором суда он признан виновным в совершении преступления, предусмотрен статьями 118 части 3, 122 части 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы в учреждениях Уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности и по жизненным запретам занимать педагогические должности и должности, связанные с работой несовершеннолетней. Подсудимому назначено лечение от алкоголизма по месту отбывания наказания. Приговор не вступил в законную силу. Ирина Гуд, Сергей Калашников, программа «Факт». Подозреваемый в убийстве 27-летний октябинец объявил голодовку. Сейчас Даниэр Кинжалин находится в СИЗО города и отказывается принимать еду и воду. Чего добивается подследственный, рассказала его мать, обратившаяся сегодня в нашу редакцию. Казалось бы, обычная посиделка в одном из заведений города сразу для четверых мужчин закончилась трагедия. Эта история началась осенью прошлого года, когда четверо парней решили пообщаться за бокалом пива. Но, видимо, не нашли общий язык и между ребятами завязалась драка. В результате от полученных травм в больнице скончался один из них. По подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью полицейскими был задержан сын Бахты Гульбукаевой Даниэр Кинжалин. Еще двое, которые также были в тот вечер вместе, по данному делу проходят как свидетели. Сейчас мать, находящегося под стражей Даниэра, утверждает, что изначально дело было возбуждено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», а уже в январе статью переквалифицировали в 99-ю – убийство из хулиганских побуждений. Задержанный с этим не согласен и с целью быть услышанными прокурорами объявил голодовку. С 13-го числа у меня сын в голодовке, он голодовку объявлял. И вот с 13-го числа февраля он сидит, сегодня уже 11-й день. Куда я только не ходила, я написала в генеральную прокуратуру, областную прокуратуру, что он в голодовке сидит. Они уже знают. Я сама еще вчера лично ходила. Ходила, потому что слышала, что с Астаны приехали в генеральную прокуратуру, хотела я с ним встретиться, но меня туда не упустили, вышла какая-то Баян Алишева, дежурный прокурор. Вот она вышла, сказала, все нормально будет, уже 10-й день что ли сидит, это ужас, почему так. В общем, до вечера мы разъясняем, туда пойдет областной прокурор, сам будет разговаривать. А вчера адвокат у меня был там в СИЗО, 10 минут с 6-го, говорит, я уходила от него, говорит, никакого движения не было, с прокуратурой никого не было. Бахтыгуль Букаева считает, что в расследовании полицейскими было допущено множество нарушений. Якобы истинный преступник проходит по делу лишь как свидетель. В департаменте полиции сообщили, что расследование по уголовному делу окончено и находится на ознакомлении участниками уголовного дела. Городским отделом полиции номер 1 в управлении полиции города Ак-Тюбе расследуется уголовное дело по статье 99-й части 2 Уголовного кодекса Республики Казахстана. По факту совершения данного преступления установлены двое подозреваемых лиц, вина которых доказана собранными доказательствами, а также результатами проведенных экспертиз. В настоящее время расследование по уголовному делу окончено и находится на ознакомлении участников уголовного процесса. По окончанию уголовного дела будет направлено в суд. Лиза Цакива, Жаслан Жубаев, программа «Факт». Гражданина Киргизии с крупной партией наркотиков задержали актюбинские полицейские. Они остановили на трассе Самара-Шимкент автомашину «Газель». В ней при обыске были обнаружены две дорожные сумки с 22 килограммами марихуаны. На трассе Самара-Шимкент на 972 километре остановлена автомашина «Газель» под управлением 44-летнего гражданина Республики Кыргызстан, проживающего в городе Бишкек. Сотрудниками полиции при обыске транспортного средства в салоне автомашина обнаружено и изъято две дорожные сумки, внутри которых находилось наркотическое вещество весом 22 килограмма. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 297 части 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Оплата по QR-коду легко и быстро. Казахстанские цоны предлагают новый вид услуг в рамках цифровизации страны. Правительство для граждан увеличило перечень государственных услуг, за которые можно вносить госпошлия при помощи QR-кода. Теперь казахстанцы в цонах страны за все госуслуги могут оплатить с помощью своего смартфона за считанные секунды. Оплатить QR-коду можно, например, изготовление и выдача актов на земельные акты. Объекты кондоминиума и другие госуслуги в сфере земельных отношений недвижимые и движимые имущества. А также государственные регистрации юридических лиц. Граждане при посещении цона могут тут же, не дожидаясь очереди в кассу, оплатить полученные государственные услуги при помощи QR-кода в мобильных приложениях. Также при заказе той или иной услуги клиент может попросить менеджера сформировать QR-код и в течение минуты произвести оплату с помощью смартфона. Следует запомнить, что QR-код формируется индивидуально по каждой услуге и для каждого клиента персонально. Вопросы санитарно-эпидемиологической ситуацией были рассмотрены в ходе аппаратного совещания под председательством главы региона Ундасына Урозалина, сообщает пресс-служба Акима области. Цитирую. Сегодня не зарегистрировано ни одного случая коронавирусной инфекции. В настоящее время в инфекционных стационарах получают лечение 92 человека. Загруженность составляет 20,6%. В карантинных стационарах находится 16 человек, а загруженность – 3,6%. 22 февраля мы приступили ко второму этапу вакцинации. Уже привиты 55 человек. Медицинские учреждения обеспечены холодильными установками для хранения вакцин. Проинформировал первый заместитель Акима области Наржоуган Калауф. С 15 по 22 февраля 47 мониторинговых групп провели 181 рейд. Проверено 851 объекта, штрафовано 5 объектов. В общей сложности проверено 1373 объекта, наложено штрафов на 186 миллионов тенге. По вручению главы региона к мониторингу привлечены депутаты, члены общественного совета, предприниматели. Также Аким области поручил руководителям госорганов усилить подготовку к противопаводковому периоду. Он до сына Розалин поручил Акимам районов и города Ак-Тубе взять вопросы обеспечения безопасности в паводковый период на особый контроль, проверить водохранилище, в том числе и бесхозное, а также мобилизовать все имеющиеся силы и средства на недопущение возникновения ЧАЭС. Ученикам Актюбинской средней школы номер 16 сегодня была оказана поддержка от ветеранов-афганцев. В рамках проекта «30 добрых дел», посвященный 30-летию независимости Казахстана, мальчикам, воспитывающимся в семьях, нуждающихся в социальной помощи, была передана новая верхняя одежда. В очередной раз ветераны афганской войны протягивают руку помощи гражданам. Сегодня они посетили 16-ю школу, чтобы порадовать учеников и подарить им самое нужное в зимнее учебное время – верхнюю одежду. Такая поддержка реализовывается в рамках проекта «30 добрых дел», посвященного 30-летию независимости Республики Казахстан. Часто, каждый год практически, стараемся, чем можем, помогаем этой школе. Вот и сегодня, сегодня решили тоже 12 детей. До этого мы немножко дали многодетным, потом 11-й школу там детям раздавали, а сегодня 12 детей решили сегодня именно. Сегодня, почему я хочу пользоваться случаем, сегодня 23 февраля, поздравить всех мужчин, которые служили в советское время с этим великим праздником. 12 учеников этой школы с радостью получили и примерили новые зимние куртки. Одежда была закуплена благодаря поддержке спонсоров, которые часто помогают проводить подобные благотворительные акции. По словам педагогов и родителей, для нуждающихся учеников регулярно закупаются канцелярские принадлежности и организовываются сборы к началу учебного года. Я очень благодарна за оказанную помощь моему сыну. Мой сын учится в третьем классе, Полине Матвей, за оказанную помощь, куртка. Я очень благодарна спонсорам, что оказали такую помощь. Побольше бы таких людей оказали бы в школе помощь. В первую очередь были отобраны дети, находящиеся под опекой, проживающие в социально уязвимых семьях и те, кто в школу добирается из отдаленных районов города и дач. По словам ветеранов, это лишь часть той помощи, которую неравнодушные граждане оказывают людям. В дальнейшем акция «30 добрых дел» будет продолжаться. Тамирид Шумабаева, Алексей Уразов, программа «Факт». Министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Юрий Ильин предположил, что причиной пожара в Жамбылской области, из-за которого погибли пятеро детей, могли стать спички или зажигалка, передает Тенгринюский из «Эд». Цитируем. «Я до конца не знаю, что послужило основанием выхода матери за пределы дома, оставив пятерых детей, в том числе грудничкового, семимесячного ребенка. Может быть, были какие-то веские основания, но тем не менее эта трагедия случилась. Следствие сейчас продолжается. Первично можем сказать, что дом многоэтажный был на центральном отоплении. Никаких домыслов, что там была буржуйка, печка, этого нет. Центральное отопление. Никаких электроприборов в виде батарей, масляных радиаторов не было. Нарушение целостности электропроводки, замыкание приборов также не обнаружено. Скорее всего, это малокалорийный источник огня. Это неосторожное обращение детей с зажигательными приборами. Возможно, спички или зажигалка, предположил министр. Глава МЧС отметил, что окончательную причину установит следствие. Трагедия произошла 19 февраля в Жанатасе, Жамбылской области. В пятиэтажном жилом доме загорелась квартира. В квартире находилось пятеро несовершеннолетних детей в возрасте от семи месяцев до пяти лет, которые остались без присмотра взрослых. По предварительным данным, отец семейства находился на работе, мать вышла в магазин. Все дети пострадали от угарного газа и были срочно госпитализированы, однако через некоторое время скончались. О других событиях нашей страны вы узнаете из следующего видеообзора. За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 692 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией передают Тенгринью со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19. Всего в стране подтверждено 208 809 случаев, из них в Актюбинской области 4191. В то же время в республике 944 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 192 773 человека. Пять регионов остаются в желтой зоне в Казахстане. Информацию по распространению коронавируса предоставил Минздрав, передает Тенгриньюс. Сообщается, что по данным на 23 февраля в красной зоне по-прежнему нет ни одного региона Казахстана. В желтой зоне по-прежнему находятся Нур-Султан, Акмолинская, Западноказахстанская, Кастанайская, Павлодарская области. В зеленой зоне все остальные регионы. Спутник передает казахстанцам старше 65 лет разрешили вакцинироваться против коронавируса. Ранее министр здравоохранения Алексей Цой сообщил, что будет учитывать имеющиеся риски наличия хронических заболеваний, аллергических реакций, иных противопоказаний по мере поступления вакцины. Планируется, что вакцинация против COVID-19 продолжится до конца 2021 года с охватом до 6 миллионов человек. Кастак передает 6 человек погибли, один госпитализирован в результате ДТП на трассе Уральск-Атырау в Западноказахстанской области. 22 февраля на трассе Уральск-Атырау вблизи поселка Тайпак жуткое ДТП с участием автомашин марки Toyota и Lada. В результате ДТП 6 человек погибли, один человек госпитализирован. На месте работают сотрудники полиции, сообщили в департаменте полиции ЗКО. По данным управления здравоохранения области, седьмого пострадавшего госпитализировали. Кастак передает смертельное ДТП с участием внедорожника. Произошло в Североказахстанской области среди пострадавших дошкольник. Один человек погиб и четверо ранены в результате ДТП на автодороге Жесказган-Петропавловск. Находясь за рулем автомобиля ВАЗ-21-150, 45-летний житель допустил столкновение с движущейся во встречном направлении автомашиной Toyota Land Cruiser 200. В результате ДТП водитель ВАЗа скончался на месте происшествия, говорится в сообщении. Трое пассажиров, ВАЗ-21-150, среди которых 6-летний ребенок, госпитализированный. В настоящее время проводятся следственные действия. Мужчина застрелен во дворе многоэтажного дома в Экибастузе, передает Кастак. 23 февраля неизвестное лицо во дворе дома из неустановленного оружия произвело выстрел в мужчину, который от полученного ранения скончался на месте происшествия, сообщили в департаменте полиции. По Вадарской области. По данному факту начато досудебное расследование по статье «Убийство». Проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Ранее в соцсетях было распространено видео, на котором видно, как погибший спокойно выбросил мусор в урну и направился обратно, когда преступник быстрым шагом обошел его и выстрелил в спину два раза. Все это произошло на глазах у прохожих. Кастак передает, какие меры намерены принять для газификации Западно-Казахстанской области после взрыва на газопроводе в России, сообщили в Министерстве энергетики Казахстана. Прикатился транзит российского газа и поставка карачаганского газа с Оренбургской ГПЗ для газопоснабжения. Потребители Западно-Казахстанской области ведутся работы по перенаправлению ресурсов с магистрального газопровода «Средняя Азия-Центр». Все объекты газотранспортной системы Республики Казахстан работают в штатном режиме. Ситуация находится под контролем Министерства энергетики РК, сообщили в Минэнерго. Прендит газа из России в Казахстан прекратился после взрыва на газопроводе «Союз». Почти 2000 сотрудников группы компании «Бипек Авто Азия Авто» в Усть-Каменогорске 10 марта останутся без работы, передает «Тенгриньюз». Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов заверил сотрудников «Бипек Авто», что после закрытия предприятия всем найдут работу. Также руководство компании обещало выплатить заработную плату до 10 марта текущего года. Ранее сообщалось, что предприятия обязали вернуть государству почти 174 миллиарда тенге. Кастак передает рекорд рождаемости побили в Казахстане во время карантина. В 2020 году родились 425 600 детей, тем самым преодолен предыдущий рекорд 1987 года, когда родились более 417 тысяч детей, говорится в сообщении. Более половины всех родившихся зарегистрированы в шести регионах страны – в Туркестанской и Алматинской областях, в Алматы, Шимкенте, Нур-Султане и Жамбульской области. Сейчас на РИК-ТВ небольшой блок рекламы и далее в программе «Факт» вы увидите. Сегодня представители нескольких польских высших учебных заведений посетили университет имени Жубанова, чтобы обсудить планы совместно работы и подвести итоги действующих проектов за последние несколько лет. О независимости страны, ее истории и национальных инценностях говорили сегодня в стенах библиотеки в Небаюшево. Более 200 спортсменов из 14 областей нашей страны прибыли в октябре на чемпионат Республики Казахстан по греко-римской борьбе. Доказано, что сласти – это энергия счастья. Побалуйте себя и близких аппетитными лакомствами от кофейни «Эспрессо». Огромный выбор тортов, готовых и на заказ с учетом всех пожеланий. Пироги песочные с джемом, а еще вкуснейшая пицца. Дарите радость в праздники и в будни. Кофейни «Эспрессо». В кинотеатре «Локомотив». Сіз бұлай әле адималға немессіз. Земнисат мерамқынаса, армандар орналатын нағызы жымақ пақшаса. Мөлдір бұлақ, экзотикалы өсімдіктермен, жанда өнмен өрілген сарқырама ортасында керемет асы едемін датыңыз. Қазақстандағы жалғыз таңғаларлық, қысқы бақта, банкет, той, ұжымдық кеш, іскерлік кезесулермен мерекеліп кештеру өткізіңіз. Земнисат мерамқанасы, күрі өсегі ретропарик жағында. Сіз жайғана жарнама беріңіз келеме. Күрделі прайсыз, артық сандармен нұсқаулықсыз. Ақыры таңдаудан шаршадыңыз ба? Бізген сіз жиңілесіп тесе аласыз. Небары үш жарияланым пакеті. Үнемді, ұңғайлы, сұйымен. Река медиа топының жарнама қызметімен ойыңызды қасыпыңыз үшін босатыңыз. Қарапайым ұсыныз, дұрыс шешім. Анықтама телефоны 220-250, 222-300. Сізді байқасын десеніз, осы жерге орналасыңыз. Кезгелген түрлі түсті жолақ бар болғаны белу мүмкенге. Сіздің әврекадағы жарнамаңыз үлкен, жарқын тиімді. Хабарласыңыз. Уәниханып көшесі 35. Логомотив кинотеатра. Телефонымыз 220-200-222-300. 220-200-222-300. Университет Жубанова уже 5 лет ведет совместную работу с вузами Европы. Студенты часто обучаются по академической программе польских университетов. За эти годы 125 таких студентов получили дипломы, с которыми смогли свободно трудоустроиться в Европе. Сегодня на семинаре преподавательский состав университета Жубанова и польская делегация из города Быдгощ обсуждали развитие дальнейшего сотрудничества, а также отметили лучших педагогов к благодарственными письмами и медалями. Сегодня сотрудничество со стратегическим вузом-партнером достигло нового уровня. И этому подтверждение проведение международного обучающего семинара тренинга обучение современным методам по оказанию первой доброчебной помощи в рамках программы РИТА и грантового проекта «Польско-Казахский региональный центр образования безопасности и спасения». Целью международного семинара является обучение преподавателей и студентов высших учебных заведений, учителей школ современным методикам и методам, техникам оказания первой доброчебной помощи с использованием передовых мировых практик и современного оборудования. Главная тема сегодняшнего круглого стола была заявлена как современные методы «Оказание первой доброчебной помощи». Участие в обсуждении приняли и медицинские специалисты международного класса, обменивавшиеся профессиональным опытом с нашими ведущими медиками. Также была представлена выставка от прибывших гостей. Они показали инновационные проекты и учебные пособия для студентов. Успешно реализуются совместные международные, научно-образовательные, социально-культурные проекты, способствующие повышению качества образования, использованию новейших обучающих технологий. С вузами и партнерами развиваются программы академической мобильности и двутипломного образования. Сегодня всем участникам международного обучающего семинара представится большая уникальная возможность обсудить ряд вопросов о существующих принципах оказания первой помощи, видов и содержания мероприятий первой помощи, об алгоритмах вызова скорой медицинской помощи, а также транспортировки пострадавших. Отмечается, что летом прошлого года среди 80 участников, подавших заявки на реализацию совместных проектов университет имени Жубанова и Польский Европейский Центр Спасения и Безопасности, оказались на первом месте. Через пару дней в стенах университета имени Жубанова состоится также вручение дипломов студентам, которые защитили свои работы и могут в дальнейшем работать по квалификации менеджеров спорта, как в Казахстане, так и в Европе. О независимости страны, ее истории и национальных ценностях говорили сегодня в стенах библиотеки имени Байшева. Мероприятие организовано с целью пропаганды статьи Касамжмарта Такаева «Независимость превыше всего». Гостями мероприятия стали преподаватели и студенты Октябренского колледжа строительства и бизнеса и читатели библиотеки. Мы сегодня поговорили с ребятами о главных целях, освещенных в статье президента. О патриотизме, любви к своей земле, единстве, национальных ценностях. О том, как важно беречь нашу природу, а значит и не быть равнодушным к экологическим проблемам региона. Важно доносить до сознания молодежи аспекты семейных ценностей, правильного воспитания, чувства признательности и уважения к труду. В библиотеке Мнижи-Имбаева прошла встреча с двухкратным чемпионом Казахстана по тяжелой атлетике Каиржаном Изгарином. Спортсмен рассказал, с чего началась его любовь к физической культуре, поделился своим опытом и знаниями в этой области. В первую очередь, конечно, молодежи надо быть здоровым, крепким и образованным. Как есть у президента слова, которые... Если у молодежи будет крепкое здоровье, хорошее образование, и наша республика будет экономически сильной, богатой страной. Я образовываю всех молодежь города Ахтюбе заниматься спортом, особенно молодежь. Сейчас много работ проводится в Ахтюбинске. Строится много спортивных площадок, беговые дорожки. Даже вот дальние районы, как Иргиз, Уиль, строили комплекс спортивный с бассейном, беговой дорожкой. Всех призываю заниматься спортом. Каиржан Изгарин начал интересоваться спортом еще в девятом классе. Любовь к физкультуре ему привил его учитель в школе. Ветеран спорта Каиржан Изгарин является мастером спорта СССР по тяжелой атлетике, двухкратным чемпионом Казахстана и десятикратным чемпионом по пауэрлифтингу. Мужчина продолжает тренироваться и участвует в соревнованиях и по сей день. Уже в марте мужчина снова выступит на чемпионате Казахстана по пауэрлифтингу в Шимкенте. Более двухсот спортсменов из четырнадцати областей нашей страны прибыли в Ак-Тубе на чемпионат Республики Казахстан по греко-римской борьбе. В этом году данное мероприятие приурочено к 30-летию независимости Республики Казахстан и к 150-летию легендарного казахского спортсмена и борца Кожемукана Мунайт-Пасова. Участие принимают со всех регионов Республики Казахстан. Приехали в данных соревнованиях, участвуют 250 спортсменов. Они оспаривают с первого по третьего места. Сегодня выступают три весовые категории. Завтра еще дополнительно три весовые категории. После завтра еще, 25 числа, заключительно три весовые категории. Из них они... Спортсмены состязаются в десяти весовых категориях. Честь нашего региона в этот раз защищает свыше 30 спортсменов. Вошедшие в тройку лучших по итогам чемпионата смогут в течение года получать солидные стипендии из местного бюджета. В прошлом году наша область заняла третье место из 17 команд. В этот раз победители войдут в национальную сборную и в будущем выступят на чемпионатах мира и Азии. Чемпионат страны по греко-римской борьбе в октябре продлится до 25 февраля. Вокруг российского игрока клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина продолжает кипеть страсти, связанные с обвинениями в адрес хоккеиста в нанесении побоев девушки в Риге. Россианин отрицает насилие со своей стороны. Его поддержал агент спортсмена Пол Теофанас. Цитирую. «Я категорически отрицаю все эти обвинения, исходящие от отдельных людей из России», цитирует Теофанаса издание «Нью-Йорк Пост». Слова, сказанные в адрес Артемия, ложь. Конец цитаты. Напомним, экс-тренер подмосковного «Витязя» Андрей Назаров, работавший с Артемием, сообщил журналистам, что хоккеист нанес побои 18-летней девушке в баре-гостинице в Риге в 2011 году, а затем откупился от полиции с помощью влиятельных друзей. О других новостях спорта вы узнаете сразу после рекламы, не переключайте.